МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации Таля Радо компании Гомелю, студии працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Вечная память героям. У жлобини установили имены летчиков, останки которых были знайдены в сбитом самолете. Громадская приемная, протягивая работу, встречу с грамадянами провел старшиня комитета по архитектуре и будовнецтве Дмитрий Гайкевич. Территория креативных идей, профессино-технический колледж народных мастерских промыслов открыл новую выставочную залу. А зараз об этом и иншим больше подробно. Небезвесток сникло. В жлобини установили имены двух летчиков, останки которых были знайдены летом недалеко от города. Прас 77 годов. Их урочисты перепоховали в братской могиле в райцентре. Кем были гэты мужные хлопцы? Доведалась Аганна Корольчук. В гэтай скрыне то и немногое, что засталось и от летчика, молодшего лейтенанта Митрофана Барейкина и поветренного стрелка, молодшего сержанта Давида Гранника. Их самолет был сбитый в 1943 году подчас выконания операции «Багрытийон» и знайдены пошуковым отрадом только гэтым летом. Зараз останки отважных хлопцев везут до местопахования в супроводжении колонны. Гэтому попередничала великая и складанная праца. Наша сдымочная группа была осветкой того, как и шли раскопки. Место крушения показал же Хар Жлобина, який в детинстве бачил гэты самолет в районе везки Луговая Вирня. Советский штурмовик Ил-2 настолько глубоко пошел под землю, что для работ потребна была спецтехника. А кроме останков двух солдат были знайдены решетки винта, редуктора и бронелисты, частка бензобака, броневое шкло, шасси, а так само два реактивных снарады и никаких особистых речев, которые бы допомогли в пошуках именов загинувших. У вынику высветлить особую последовательность поде удалось одякующий бортовому номеру самолета и номеру авиационного руховика. Отказ поступил из архива у Министерства обороны Российской Федерации. По боевому заданию они вылетели в район Жлобина для бомбежки минометных позиций немецких. Как этот самолет оказался в районе моста, здесь рядом, расстояние небольшое, но, видимо, они решили бомбить мост. А зенитная артиллерия здесь сбила этот самолет. В этот день вылетело там два экипажа и оба не вернулись из боевого задания. И оба погибли. Один экипаж мы установили, получается. Сейчас будем пытаться искать второй экипаж, где-то здесь должен быть. У кабине находился 25-годовый уродженец Мордовии, молодший лейтенант Дмитрофан Барейкин. На его рахунку 18 боевых вылетов и орден червоной зорки, замуженность и героизм. Инициалы червоной армейца высеченные на мемориале увезцы старые селища, где живут офицер и где до этого часу живут его близкие. Для пошиковиков стала соправданным поспехом погода ради 94-х годовой Нины Вичкановой, женкой брата Митрофана. В войну с 15-ти годов она працевала в тыле. И теперь один, кто может вспомнить, рассказать про загинувшего. Ну, его взяли и пропал. А куда, я не знаю, никто не знал. Белоруссия, где? Он старше моего мужа. Муж у меня был 25-го года, а он старше был. Ну, очень они дружно жили. Девушки любили его. Он очень симпатичный был. Они вообще грамотные были, были учителями. Другий член зниклого экипажа, 19-ти годовый поветранный стролок с Харкова, Давид Граник. С найти огородных покой не удалось. Усяго за 10 годов в Жлобинском районе установили имены 1200 невядомых червонаармейцев, и эта работа протягнется. Этот случай уникальный. В связи с тем, что в последнее время очень затруднительно и нечасто бывает такое, что при нахождении останков удается найти информацию о том, кому они принадлежат. Ну, в данной ситуации как бы вот это вот все получилось. И очень хорошо, потому что, значит, к большому сожалению, еще очень много и много тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, остаются неизвестными. Даряча убачить усе знайденные элементы штурмовика ИЛ-2 можно у Жлобинским историко-крайзнавчим музея. Ганна Корольчук, Сергей Камко, телерадио-компания Гомельса, Жлобина. В справе об хулиганстве на выборшем участку в Гомельском районе поставлена кропка. Размова об женщине, которая перешкодила рух автомобилю членов выборшой комиссии у поселка Урыцкая. С 9 на 10 жюня, каля районного центра культуры, где размещался участок для голосования, собрались некольки десятков человек. В сярутых были женщины и ЕС-жители, которые находились на подпитке. Как стверждается в Следующем комитете, после подликовых голосов члены выборшой комиссии вышли с будинка и сели у два автомобиля. Однако на то перешкодил им дорогу на пешеходном переходе. Каля 25-ти годовая женщина убачила, як водитель одного зоуто выросшу объехать людей по сустречной полосе, то поднялась она капот, стала кричать и наносить по машине удары. Увы, некую на кузове застались увагнутости. Для установления всех обстоятельств в происшествии проведен комплекс следственных действий, в том числе несколько очных ставок и два следственных эксперимента. Изучена личность обвиняемой. В 2017 году она была осуждена за присвоение имущества сельского магазина, в котором работала продавцом. В прошлом году привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На основании собранных по делу доказательств фигурантке предъявлено обвинение по статье «Хулиганство». Суд Гомельского района вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год. Затрмана Жихар Ельска, який закликал до насилия в телеграм-чатах. На мужчину вышли супрационники управления по боротьбе за организованной злошенностью и коррупцией. Ельчанин в деструктивных телеграм-чатах Мазара и Бобруйска активно пропагандовал конкретные супрацправные деньги неудаченение до супрационников органов внутренних справ. Злоумысленнику 36 годов он не працует, живет с матью Ельску. У весь свой вольный час мужчина просвещает так званой боротьбе на просторах глобальной сетки интернет. Скажите, пожалуйста, что конкретно вы там писали, к чему призывали? К выступлению против вас. Каким образом? К различным активным действиям. Мы вот читали у вас, получается, гвозди. Использовать против сотрудников милиции гвозди вместо ножей для того, чтобы можно было их скинуть быстро, например. Таким активным действиям? Таким. То есть активным сопротивлением? Да, активным, просто сопротивлением против режима. Я осознаю, что это неправильно было. Нужно все мирным путем решать. Это не выходит. Удаченение до затриманного ведется проверка в рамках криминально-процессуального законодавства. Его день будет дадена правовая оценка. Звороты по особистых пытаниях и пропоновы по удосконаливанию законодавства. На Гомельшине протягивается проведение громадских приемных. Наши корреспонденты поцикавилися, какие питания были огучены подчас приема старшинного комитета по архитектуре и будовнецтве Дмитрием Гайкевичем. На протягу неожиданным. которые у них есть. Поэтому мы хотели бы увеличить стоимость кредитования одного квадратного метра, чтобы, скажем так, нашим людям меньше нужно доплачивать собственные средства. Вот с такой просьбой мы сейчас как бы обращаемся в министерство, в Мин. Ну, это не только наша область, это, в принципе, и все области, потому что мы в одинаковых условиях находимся. Дмитрий Гайкевич обещает, по каждому звороту обовязково будут приняты меры. При необходимости до людей приедут специалисты. Жихарка дома номер 5 по улице Катунина у Гомеля скарзится на якость проведенного ремонта. Але еще больше претензий у ЕЕ до работы от ремонтованного теплового вузла. Новое обстановление, которое там установили, в литеральном сенсе слова не дает женщине спокою. Голод его работы чудный по всем доме. В подвал пошла за картошкой. Они так гудят, что невозможно. Весь дом. Это не только. Шесть подъездов и везде гудят. Я гипертоник, инсультник. И еще сахарный диабет. Так где? Тут позвоночник, то ноги болят, намажутся. Только думаешь, ну лягу, да где? Лежишь и слушаешь, что это вот гудить. Что это? Почас приема женщин рассказывает об своей проблеме. Змитрий Гайкевич примает решение. На наступном тыдне дае ей приедет комиссия, у составу якой будут включены простонники подрядчика, жилево-комунальные господарки и проектировщики. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель». В субботу пятого снежня знову пройдутся промы и телефонные линии с представниками мясовой улады. На пытание жахара у региона откажет старшиня Гомельского областного совета депутатов Катярына Зинкевич. Звернуться до ее можно по номеру 33-12-37. Так само промы и линию проведет керавник справ Гомельского гарвы Конкама Алексей Васюченко. Телефон для совести 33-07-62. Час с девяти ранницы до полдня. Сегодня у Гомеля завершил работу Совет керавников методичных службов установ культуры. На протягу двух дней обмерковались выники работы Галины и разглядались планы на наступный год. Потребязанности в наступном материале. Подтримать социально значные инициативы по развитию культуры и захованию спадщины сегодня это подойдет одна из главных задач методичных центров. Причем, разговоры идут о пропоновах, которые поступают не только с государственных установ. Подтримать будут им остатские коллективы, которые створены на предприемствах и рамесниках. Для народных маэстро сегодня такая подтримка особливо актуальная. На рынку заявилось ошмат низкоякостных и танных сувениров. Конкурировать с ними продукции маэстро практически немогчимо. Медицинская сторона вклинилась сюда в нашу жизнь, поэтому есть определенные трудности, но мы просто надеемся, что все-таки народное творчество и народное искусство, оно имеет право жить и оно должно быть. У планах установ культуры на наступный год проведение конкурсов по бытовых танцев, семейной творчасти, народной музыки, оркестров и вокальных ансамблях. Плюс святый кермаш древа майстерства и два великих фестиваля. А у теки – у Калинковицком районе и Берагиня – у Октябрьским. Правда, их проведение заплановано у основным на летний восинский период, коли эпидситуация повинна полепшиться. У гэтым годзе она унесла значные коррективы у першепочатковые планы. Большость конкурсов и фестивалей прошли в виртуальном формате. Последний областной конкурс был театросфера, и мы в жюри вели работу по видеоматериалам. Конечно, ну как можно определить и оценить уровень, это не та атмосфера, то, что ты находишься или смотришь вживую эту театральную постановку и по видеоматериалам. Но, тем не менее, вынуждена эта ситуация оказалась, и, конечно, тем не менее, в таких условиях мы работаем, и довольно-таки успешно. Олег Синцеров, Александр Лупиненко, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Лофт и гламур – эклектика разных дизайнерских стилей и смелых задумок. Профессионно-технический колледж народных мостатских промыслов запрашают в свою новую выставочную залу. И она находится побошь за установой. Экспозиционная территория – небыто особная краина. По контуре залы – имитация фонарных слупов с протягнутыми помежими проводами. Со столи спускаются интерьерные светильники. На полицах – корзинки, панно, ляльки. Побошь с кожным выробом хочется спыниться, долго разглядать, кранать руками. Дуб, лаза, керамика, солома, тканина, железо. Винтажные столы, стародавние ложки, детяши колыски, комоды и шафы. Многие рэши после рук маэстро отримали другое житё. Рестаурация перетворила старую мебель у предметы мастатства, які могут упрыгожить любой интерьер. Есть вещи, которые были в употреблении, например, кровать советского периода, сервант советского периода. То есть мы даём вторую жизнь старой мебели. И, на мой взгляд, это очень трогательно. Почему? Потому что у каждого дома есть бабушкин сундук, который жалко выбросить. Или сервант стоит где-нибудь в деревне, и люди не хотят избавиться от него, а хотят, наоборот, чтобы он был как-то дома, красиво. И мы показываем, что мы это всё можем сделать. И всё это можно своими руками сделать. Это простейшие, собственно говоря, техники. Но мы вот показан таким образом. Усе экспонаты, размешанные в выставочной зале, можно набыть. А майстрам колледжа можно отдать на рестаурацию любую старую мебель и предметы интерьера. Чужих детей не бывает. За три года больше, как полтысячи детей с инвалидностью в Могилевской области отримали допомогу от волонтера проекта «Свет добрых справ». Его активисты по запрошению мед. университета наведали Гомель, как рассказать об своих доброченных справах и поделиться опытом. Сустреча прошла в филиале библиотеки имя Ленина. До Международного дня инвалидов волонтеры привезли фотовыставу «Свет детей». Под вздымками хлопчика у девчонок с инвалидностью короткие оповеды об их захоплениях и допомозе, у которой они мают потребу. Могилевские доброохотники не займаются финансовыми сборами. И они организовывают для детей мероприемства, наведывают их в интернатах, притулках, коррекционных центрах и семьях, привозят необходные вещи, цацки, солодкости. Костяк организации – это восемь необъяковых до детящих лесов человек. Усяго за три года основания инициативы у ее и поудельничала коляста волонтеров. Это инициатива, которая создавалась для того, чтобы помогать детям, которым, возможно, необходима помощь, силами горожан. То есть мы исходили с позиции того, что в городе есть много людей, которые хотят помогать детям, но, вероятно, могут не знать, куда можно обратиться, как попасть, допустим, в те же детские приюты. Фотосдымки размешаны не только у зали библиотеки, а и звонку на ее окнах. Так кожный прохожий может спыниться, убачить фото и прочитать детяшие истории. И мягчима натхниться на допомогу тем, кто мает в этом великую потребу. Это и другие новины. Информацию о проектах телерады компании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Добруша у пенсионерки изъяли партию спирта. Неожиданный визит к 72-летней женщине нанесли сотрудники АБЭП. Осмотр был санкционирован прокуратурой Гомеля. В доме у пенсионерки оперативники нашли бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Всего 135 литров. По этикеткам содержание этилового спирта составило в них 95%. Партия отправлена на экспертизу. После окончания будет принято решение, касающееся привлечения хозяйки к административной ответственности. В Жлобинском районе милиционеры отыскали потерявшуюся пенсионерку. В РОВД поступило сообщение от женщины, что ее 86-летняя мать, проживающая в одной из местных деревень, пропала из дому. Сотрудники организовали поиски в окрестностях населенного пункта и нашли пенсионерку в поле, неподалеку от места жительства. После осмотра медиков женщина рассказала, что пошла в огород, а затем сама не помнит, как оказалась за деревней. Ее обогрели и оказали необходимую помощь. Сотрудники отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля устанавливают личность мужчины, подозреваемого в причинении телесных повреждений. По данным правоохранителей, 28 ноября около 5 часов утра, находясь в развлекательном центре «Континент» на улице Коммунаров, этот человек причинил телесное повреждение гражданину. Если вы узнали мужчину по фотографии или владеете иной информацией по данному факту, просьба сообщить по телефонам, указанным на экране. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гомоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский «Металлург» одержал первую после выхода из карантина победу. Команда Анатолия Степанищева на домашнем льду одолела «Наршанский локомотив». Столивары в первом периоде усилиями Угольникова и Филяева вышли вперед 2-0. Однако еще до перерыва Гайнеддинов сократил отставание. На старте второго периода Савинов цифры на табло уравнял. Правда, ненадолго. Не прошло и трех минут после взятия хозяйских ворот, как Войтихов вновь вывел «Металлург» вперед. Точку в матче на старте заключительной трети поставил Михнов. 4-2 победа Столиваров. Завтра им дома играть с Могилевым. Старт поединка в 17-0-0. В жлобе на львы отправляются не в лучшем расположении духа. Вояж в Гомель обернулся для них сухим поражением. Рысь и забросили ворота Могилева по шайбе в первом и втором периодах. И две в третьем. Свои имена в протокол записали Камбович, Скоринов, Нестеров и Сусла. Эта победа позволила подопечным Сергея Стася подняться на второе место в турнирной таблице. Завтра Гомель ждет в гости «Локомотив». Начало матча в 17-0-0. Сборная Беларуси по мини-футболу начала подготовку к отборочному матчу чемпионата Европы 2022 года против Израиля. Игра пройдет 8 декабря. Под руководством Александра Савинцева готовятся к выезду 15 игроков. Среди них представители Гомельской БЧ Максим Евдокимов, Павел Книга и Сергей Селивончик. И ВРЗ Антон Матвиенко, Владислав Селюк и Евгений Чернейко. В Израиль белорусская команда отправится 7 декабря. Женская баскетбольная команда «Гомельские рыси» в воскресенье сыграет очередной матч чемпионата страны. В гости к подопечным Анатолия Рогозенко приедет Гродненская Виктория. Встреча пройдет на паркете дворца игровых видов спорта. Начало в 13.00. В таблице чемпионата гомельчанки на восьмом месте соперницы на шестом. Лидер чемпионата Беларуси по волейболу в сильнейшем дивизионе «Мозырская жемчужина Полесья» на выезде в очередном туре, сыграя с барановическим атлантом. Игра пройдет завтра. А в дивизионе «Б» областное дерби. Завтра в Мозыре играют между собой дубль «Жемчужины Полесья» и «Гомельская надежда». Поединок на паркете спорткомплекса Полесья. Арена начнется в 17.00. В турнирной таблице «Жемчужина» на втором месте. Надежда на третьем. В «Гомеле» в следующем году планируют учредить турниры-мемориалы имени Андрея Карабанева. Об этом сообщает сайт Гомельского областного отделения Белорусской Федерации волейбола. Турниры будут проходить в классическом и пляжном волейболе. Андрей Карабанев, напомню, ушел из жизни в ноябре в возрасте 50 лет. Андрей Олегович возглавлял «Гомельскую» из душор энергии и тренировал одноименную команду, выступающую в первой лиге. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».